В эфире 7 новости в студии Алис Татар. Здравствуйте. В квартире, но под открытым небом. В Одессе семья с маленьким ребенком живет в доме, но без потолка. Они писали заявление с просьбой восстановить крышу и в ЖКС и в различные другие госучреждения, но их письма перенаправляют из одной организации в другую. Все подробности смотрите у Юлии Федоровой. Проблемы в доме начались после масштабного пожара. Возгорание произошло из-за замыкания проводки. Огонь уничтожил кровлю и чердак. Спустя несколько лет потолок в квартире на верхнем этаже не выдержал и рухнул. Это чердак дома. Вместо потолка прогнившие деревянные балки. Все, что осталось от потолка в квартире Сергея Алены Мукамол. Вместе с маленьким ребенком они живут практически под открытым небом. В квартире две комнаты, а на самом деле приходится ютиться в одной, той, что поменьше. Другое помещение открыто всем дождям и ветрам. Отсюда и дует. Отсюда и снег, дождь, оно все слышно. Оно все в квартире. Оно буквально все в квартире. Затекается все к щелее. То есть потоки здесь беспрерывные. То есть здесь как на улице. Дерево пол прогнил. Поснимали там часть досок, потому что оно просто прогнило. В доме пахнет плесенью и сыростью. У четырехлетнего Кирилла началась тяжелая аллергия. А дышка, кашель сухой, вплоть до скорой доходит, потому что на дыхательный путь влияет. Провалы в крышу местные жители пытаются закрыть с помощью огромных камней. Но это мало помогает. При первом же дожде начинает течь по стенам в парадном. Они покрываются грибком и рассыпаются. Любой дождь заканчивается потеками на обоях и полными тазами воды. Даже тут же ту же плиту купить, куда ее поставить. Сначала ремонт сделать. Потому что все на нее будет сыпаться, рушиться. Пока коммунальщики бездействуют, Сергей и Алена как могли запечатали вход в комнату, чтобы не затопило весь дом. Живут в другой, более-менее целой. И вынуждены платить за квадратные метры, которые превращаются в руины. Юлия Федорова, Никита Кричко, Седьмой канал. Американские горки в селе Александровка. Незаконные лежачие полицейские появились прямо на трассе в Лиманском районе. Местный предприниматель самовольно установил пять ограничителей скорости. Вседорожные сооружения были сделаны не по стандартам. Люди недовольны нововведениями. Подробности знает наш Назар Бурхан. Пять лежачих полицейских с высотой дорожной неровности 15 сантиметров появились в селе Александровка Лиманского района. Жители говорят, их со всеми нарушениями установил директор фирмы Гармаш. Ограничитель скорости появились прямо возле этого предприятия на расстоянии 5 метров. Скорее всего, это было сделано в рекламных целях. Но вот местным от этого не легче. Не, ребят, ну это не серьезно вообще. Во-первых, это трасса, это не частная какая-то песня, да, межквартальные какие-то проезды, где можно воткнуть. Но это американские горки, это ненормально, ну правда. Также водители межрейсовых соединений жалуются, что из-за лежачих полицейских у машин бьются днищи. И это приводит к крупным повреждениям. Мосты задние отрываем, невозможно, вруженые едешь, в машине возможно ехать. Балка, рессоры, в машине я не знаю. Местные жители хотят, чтобы незаконные лежачие полицейские были демонтированы. Но вот общего языка с руководством предприятия найти не могут. Хозяин этого колбасного цеха, он лично не хочет убирать сам их и добивается того, чтобы эти полицейские на дороге остались. Пообщаться с недовольными местными приезжал и участковый. Но вот, увидев приближающихся журналистов, уехал. Участковый приезжал, да, пообщался с людьми и сказал, что послезавтра, в пятницу, будет решаться вопрос по демонтажу этих, как его, этих полицейских. Но мы мало верим этому и не знаем, что дальше будет. Говорят, это не первый конфликт с предпринимателем. Местные уверяют, владелец фирмы «Гармаш» устанавливает свои правила в селе. Пообщаться с руководителем нам так и не удалось. Наверное, будет с уголосно бежать с собой. В пятницу в селе обещают демонтировать лежачие полицейские. Хотя местные в это верят с трудом. Наталья Костенко, Назар Бурхан, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Разрушительное ДТП с участием трех автомобилей в Суворовском районе. Накануне вечером на пересечении Добровольского-Кишиневской столкнулись легковушки, BMW и Audi. Удар был такой силой, что одну из машин разорвало на две части. Оторванный фрагмент кузова выкинуло на обочину. В этот момент там был припаркован микроавтобус, из которого мужчина выгружал товар. Его зацепило обломками. Также медпомощь понадобилась женщине-водителю и пассажиру Audi. Здесь, короче, все дымело, все. Люди пособирались. Девочка-цыганочка сидела за рулем. И, короче, мы ей опускали тихонечко сидение. Вызвали вторую, третью скорую. Посадили там, положили мальчика, короче, с какими-то костылями. Я говорю, выгружайте, вызовем еще одну. Девочку надо достать. Почему-то у меня было такое впечатление, что ей, ну, как бы, зажало ноги. По словам очевидцев, автомобили двигались друг к другу навстречу Подобровольского. На пересечении с Кишиневской, ехавшая со стороны Марсельской Ауди при повороте налево, не предоставила преимущества BMW. Как результат, трое пострадавших. Президент Украины поздравил всех с Днем Конституции. Петр Порошенко возложил цветы к памятнику создателя первого украинского документа прав и свобод Пилипу Орлику. Вместе с президентом в торжественной церемонии приняли участие первая леди, председатель Верховной Рады Андрей Порубий, экс-президенты и министры. В своей речи Петр Порошенко заявил, что Украина, наконец, возвращается к своим европейским корням. Как остаточный прощавай Российской империи, и мы возъединемся с семьей, частью которой были столетиями, и оформленной гордости за нашу краину, я верю в ее историческое будущее. На церемонии возложения президент заявил, что в приоритете для страны построить прозрачную судебную систему. Также он ожидает, что Верховная Рада проголосует за отмену депутатской неприкосновенности. Мой проект «Смин до Конституции» готовый, вымагает он политической воли от народных депутатов, раз и не завжди уравнивать себя в правах с гражданами Украины. Так же, как мы сняли на доторганность судей. Петр Порошенко отметил, что парламентарии не раз высказывали за отмену неприкосновенности, и пришло время подтвердить свои слова. Цветы к памятнику Шевченко возложили сегодня в честь праздника и в Одессе. Церемония проходила в сопровождении роты почетного караула. В ней приняли участие чиновники и депутаты, представители духовенства и общественных организаций. Отметим, что на возложении отсутствовал председатель Одесской ОГА, он находится в рабочей командировке за пределами области. После возложения День Конституции в парке Шевченко продолжился показательными выступлениями военных. Стрельба, взрывы и восторженные взгляды детей. Все это в сюжете Александра Полуева. В парке Шевченко стрельба, взрывы и собачий лай. Там прошли показательные выступления вооруженных сил Украины, Нацгвардии, полиции, госпогранслужбы и спасателей. Сегодня областным военным комиссариатом организована акция «Захистить Украину». Сегодняшняя акция присвящена тому, чтобы узнайомить гражданство и технику, которая есть в наших государственных военных формированиях, рассказать про самих государственных военных формированиях. По словам самих участников показательного выступления, большинство бойцов силовых подразделений имеют реальный боевой опыт. После окончания выступления все зрители смогли подойти пообщаться с военными, посмотреть оружие и даже побывать в бронеавтомобилях. Мне понравилось, как стреляли и бились. И бились? Артем, а тебе что больше понравилось? Мы вообще накопили и стреляли, и эти собаки. Мы рядом живем и гуляем каждый день. В принципе, стало интересно, пришли посмотреть. Ну, он очень любит пожарные машины. То есть не военную технику, а пожарные? Да, у нас он даже с собой. Такие же пожарные машины. В завершение показательных выступлений спасатели дали настоящий водный салют с 50-метровой вышки. Александр Полуев, Евгений Ищменцев, 7 канал. А на площади независимости дети спели и станцевали в поддержку украинского языка. Флэш-моб провели под открытым небом. Детвора призналась в любви к Украине. Я в ней живу, я в ней вырос. Я очень люблю Одессу, я люблю все города. Я люблю Киев, я люблю Умань, я люблю все города. Каждая страна имеет свои какие-то корни и продолжает вкладывать в свое наследие своих детей что-то из того, что у них есть в стране, в истории. Почему не делать это в Украине? У нас поколение вон какого подрастает. И к другим темам. От своего учебного заведения до парка Шевченко ради новых погонов и фуражек 360 курсантов мореходного колледжа техфлота Одесской морской академии прошли торжественным маршем по улицам города. А после получили официальный статус старокурсников. Как это было, видела наша Наталья Костенко. 360 курсантов мореходного колледжа техфлота национального университета Одесская морская академия шагают по улицам Одессы по направлению к парку Шевченко. Там их уже ждут новые погоны и головные уборы, мичманки. Надев их, ребята стали второкурсниками. Это поворотный момент в их студенчестве. Неизменным остается одно – уверенность в правильности профессионального выбора. В море счастья, что поступил на второй курс и иду только вперед. Когда выбирали будущую профессию, почему выбрали именно эту? Потому что мне больше нравится механик, потому что там ковыряться в механизмах. С детства люблю ковыряться в механизмах. Так подумали еще около 400 ребят. Но не все судоводители, судомеханики, электромеханики и гидростроители дотянули до второго курса. Набор до 2,5-2,8 человека на место в среднем. Очень много желающих быть моряками. Это, естественно, высокие зарплаты и так далее. И хорошая репутация колледжа, который в белом списке, Аймо, известен среди крюинговых агентств Украины. Ну и гидротехники тоже занимают места в отделах капитального строительства, проектных институтов и так далее. Поэтому отбор достаточно жесткий. Родители тех, кто не сдался, сегодня не скрывают гордости за своих детей. Я горда, что сын избрал такого достойного мужчины профессию. Желаю ему успехов в дальнейшем в учебе, в дальнейшем устройстве. И в том, чтобы он не разочаровался, что он выбрал такой путь в жизни. В конце мероприятия всех новоиспеченных второкурсников осветил священнослужитель. Не забыл о преподавателях и родителях. Наталья Костенко, Евгений Руденко, Седьмой канал. В 90% случаев ребенок получает ожоги по вине взрослых. Пациентами ожогового отделения чаще всего становятся дети до трех лет. Чтобы снизить эту страшную статистику, волонтеры сделали плакаты с информацией для взрослых. Что делать, если малыш опрокинул на себя кипяток? Ответ на этот вопрос уже знает Ольга Голдова. Идея родилась после вопиющего случая гибели девочки, которая получила ожоги и была 16 дней дома. И ей не предоставлялась медицинская помощь в том объеме, в котором она была необходима. Ее только после 16 дней привезли в областной ожоговый центр, где врачи делали возможно и невозможно. Но, увы, девочка не выдержала. Волонтерская организация «Корпорация Монстров» вместе с врачами и инструкторами по оказанию первой помощи создали три информационных плаката. Пока что напечатали первый тираж, каждого по 500 штук. На листовках написано все, что нужно знать для оказания первой помощи при ожоге. Плакаты распространят по детским поликлиникам, больницам и соцслужбам. Ведь чаще всего пациентами ожогового отделения становятся дети от одного года до трех лет. 90% травм происходит по вине взрослых. Как только ребенок начинает ходить, первая рекомендация – проверьте, безопасен ли ваш дом. Посмотрите, до чего может дотянуться ваш ребенок. Иногда даже говорим, встаньте на колени, присядьте и посмотрите дом глазами ребенка. Тот уровень, который может быть опасен для него. Если ребенок получил ожог, ни в коем случае не смазывайте его кремом, маслом или яичным белком. Можно использовать средства на гелевой основе. Эти мази вытягивают тепло. Укомплектуйте ими свою домашнюю аптечку. Почему категорически нельзя мазать место ожога, смазывать любыми средствами, содержащими жир? Жир создает пленку на поверхности кожи и препятствует выделению тепла. И повреждающее действие тепла под этой пленкой продолжается. Первое, что нужно сделать при ожоге, охладить пораженное место. Охлаждение должно быть очень и очень длительным. То есть это 15, 20, 30 минут. Минимально охлаждать нужно до тех пор, пока не исчезнет боль. Если ожог в этом нуждается, то нужно наложить сухую повязку для того, чтобы избежать попадания инфекции на этот ожог, избежать возможного риска заражения. И если этот ожог больше, чем ладонь ребенка, следует немедленно обратиться к врачу. Также за медицинской помощью необходимо обратиться, если место поражения глубокое, когда обожжена ладонь, лицо, изгибы суставов или другие внешние участки тела. Конечно, тревогу нужно бить и в случае, если вашему малышу до одного года. Обращаться можно в ожоговые центры, в больнице Водников на судостроительной и в 10-ю городскую на Малиновского. Те, кто хотят присоединиться к нам, а это типографии, какие-то детские учреждения, директора школ, детских садов, пожалуйста, обращайтесь к нам. В фейсбуке наша страница «Скорая волонтерская помощь Корпорации Монстров». Пишите нам, мы с удовольствием откликнемся и будем с вами плодотворно сотрудничать. Волонтерский проект поддержала и облгосадминистрация. С ее помощью распространять плакаты будут по всему региону. Ольга Голодова, Евгений Руденко, Игорь Казанжи, 7 канал. И пока на этом все. Следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону 726-3226. Ну а сразу после новостей смотрите «Вечер на седьмом». Его ведущая Анна Грынев поговорит с гостями студии о сегодняшнем празднике – Дне Конституции. Оставайтесь на седьмом, будет интересно. Оставайтесь на седьмом.